Свиней в одной из деревень Кузбасса массово уничтожают. Забой неизбежен. Только так можно избежать распространения особо опасного для этих животных заболевания. Больных свиней завез один из фермеров и теперь в радиусе 5 километров всех особей придется уничтожить. В Алтайском крае ситуация спокойная. Впрочем, по данным ветеринаров, африканская чума свиней у нас не фиксировали ни разу. Хотя в крае зарегистрировано почти 3000 диких кабанов, которые частенько являются носителями болезни. В целях профилактики на сегодняшний день мы ежегодно проводим мониторинговые исследования как дикой фауны дикого кабана. Могу сказать, что за этот год более 150 проб мы происследовали дикого кабана. Результат у нас отрицательный. Кроме того, у нас крупные свиноводческие предприятия Алтайского края определена 30-километровая зона, в которых контролируется отсутствие кабана. Въезд транспорта на крупные свиноводческие предприятия, они находятся в Тольменском, Тогульском, Ребрихинском районах, тоже строго контролируют. Транспорт и одежда въезжающих обязательно обрабатывают. Но, по словам ветеринаров, основную опасность представляют частные хозяйства по нескольким причинам. Если, допустим, человек купил колбасное изделие с геномом вируса африканской чумы свиней и остатки скормил своим свиньям, то вот здесь уже мы получаем заражение свиней на частном подворье. По новым правилам, кормить свиней пищевыми отходами, даже прошедшими теплообработку, запрещено. К тому же, частники должны сообщать местным властям о численности своих животных, иначе при заболеваемости они не получат должной компенсации за убой. Ветеринары также рекомендуют при малейшем подозрении на болезнь сообщать ветеринарам, чтобы избежать распространения вируса африканской чумы свиней. Сейчас на территории двух частных ферм Кузбасса ввели карантин, действуют санитарные посты, проверяют корм. Добавлю, что африканская чума не опасна для других животных и абсолютно безвредна для человека. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.